всем привет с вами ранор и прекрасного настроения конечно к сожалению праздники закончились вот и поэтому видео конечно будут уже выпускаться не с такой прям у не такими ударными темпами но тем не менее я буду стараться выпускать как минимум как как минимум одну серию в неделю продал какую неделю как минимум одну-две серии в день я буду стараться все также выпускать в том же режиме но посмотрим как пойдет то есть иногда может быть будет не так часто видео как как хотелось бы вот значит что еще бы я хотел сказать значит сейчас я попытаюсь несколько улучшить ракету наш нашу ракету-носитель hammer 1 вот сейчас вы видите что это происходит что это как раз постараюсь сделать так не знаю что нужно нужно вынести эти части отстыкующийся суда я наверно выставлю ускорение наверно до где-то 60 наоборот увеличить и переводе так до 70 с к вот 70 это самый лучший вариант будет добавим еще еще таких же разгонных блоков потому что как вы помните наша система с теперь стала несколько тяжелее да и нужно уже больше выносить на орбиту чем это это было раньше вот и соответственно так куда эти петропатроны только встали в нужное ли место до топливные системы стали куда нужно не знаю что нужно на них точно также выставить по 70 чтобы все они закончились 1 одновременно один есть 2 тоже есть немножечко добавим к ним структурных соединений что-то но держались так чтобы они друг друг с другом держались получше ну естественно нужно будет добавить так как то не криво криво станут не понимается вот еще приветствовали жалко нет кнопки сделать сделать все классно сейчас же да как-то она совсем не не так развернута как мне вы хотелось так немножко под углом стоят друг другу а тогда возьмем эту штуку и немножечко ее покрутим чтоб она стало как надо таким вот образом через shift я подкрутил все теперь они стоят как положено закрепление с этой стороны есть с этой стороны еще одну стяжку вот таким образом единственное что конечно же мы добавим еще сюда парашютов чтоб они эти ступени отошли и спокойненько приземлились для дальнейшей утилизации либо их повторного использования что называется к сожалению конечно игра в полной мере даже парашюты стали куда нужно в полной мере система конечно же не просчитывает да наши наши что называется запросы вот ну в какой-то мере это все-таки происходит таким образом ставим и вот так вот модуль готов модуль готов ракету называем теперь ракетоноситель хаммер 2 и можем смело набираем написать 11 с половиной тонн да уже на орбиту 7590 носитель ракетоноситель усовершенствованная версия молот 1 вот так не устраивает описание сохраним ну чтож теперь осталось установить наши элементы которые мы собираемся запустить на орбиту данную единственное что кстати говоря мы сразу столкнемся с некоторой проблемкой да а проблемка какого характера что устанавливаем вот модулем мы закрепимся только вот на этом блоке а на этом блоке дамы у нас не будет закрепления поэтому нам придется добавить немножечко еще стяжек так как там все стало притык притык стала не нравится мне это давайте еще выше поднимем конструкцию конечно это не совсем еще вышли не совсем хорошо с точки зрения балансировки систем данную зато зато но она как бы будет хотя бы держаться да значит добавим обязательно сюда наверное еще причем наверное все таки пару стяжек не зная тоже нужна только одна реально но мы добавим пару потому что это даст нам нормальный баланс балансировку такси все стало хорошо также ну так как данная конструкция уже стала немножко более тяжелой нам нужно будет ее усилить так вот тот самый нелюбимая часть когда вот деталь залипает в воздухе и непонятно где она куда она встала и схватиться за ним получилось толком не всегда получается так и вот наверное сделаем ее более усилим немножечко еще конструкцию и также вот вот эта часть она мне тоже никуда эти детали не закрепились надо их тоже тоже называется зацепить все все хорошо зацепилась так и все таки хочу я еще наверное добавить усиление конструкции вот таким образом и зацепить это все дело за если дотягивается конечно нет не дотягивается до суда ладно зацепим за этот участок и не зацепилась не зацепилась ташки воздухе просто болтается так туда вот так и вот так а эту систему а эту часть уже за все остальные вот так и вот как-нибудь распределим груз чтобы даже несмотря на то что тут много вверху сюда болтается чтоб она у нас при этом все держалась и не болталась так обязательно нужно перепроверить все элементы чтобы расположены были в нужном порядке иначе это может закончиться не совсем приятным образом для нашей ну как 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 я подозревал я естественно это сюда так парашют вот этот вот еще в отдельный участок так эти двигатели более чем уверен конечно тоже нужно будет переместить также понадобится наверное так двигатели парашюты которые на самих модулях я их все-таки разделю на отдельные части так это есть парашюты все проверил проверим что у нас монопропелл на табаке не используются что они дойдут в целости и сохранности до до орбиты что их не израсходуют ну и в принципе вот это вот страшная штуковина до хаммер 2 спика так русский спика к науч готова к старту и давайте сохраним и отправимся на стартовую площадку так еще раз пробегаемся по модулям пока ракета все равно балансируется так сначала стрелятся эти 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 штуки все верно все верно вроде все верно потом отстыковываются эти штуки движки следом по необходимости уже запуститься парашюты все самым верху вроде все нормально вроде синалима нормально ставим указатель на топливный элемент чтобы нам было удобней ставить гашетку скорости и давайте встретимся уже на орбите наверное удачи 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 Так, ну что ж, орбита достигнута. Единственное, что я чётко ощутил, что мне не хватило монопропелланта, вернее его прямо-прямо под завязку взято. Чтобы сейчас нам погасить нашу, вернее сделать нашу орбиту более правильной, я выбираю в качестве цели Луну. И в самой ближайшей точке вот этой вот пересечения я сейчас попробую подправить нашу орбиту ещё немножечко. Вот, даже переставался. Так, давайте отсюда чуть-чуть. Вот таким образом, да. Попробуем всё-таки через 13 минут совершить манёвр. Единственное, что мне нужно сначала встать на точку манёвра. Давайте это сделаем. Но без РСС теперь это крайне тяжело, а тратить, давать ускорение, как бы крайне неохота. Для чего я это делаю? Чтобы сделать орбиту, что называется, идентичной. Вот, это будет... Потом я её немножечко подровняю в точках апогея, перегея. Так, наверное, САС мне сейчас будет только мешать. Поэтому пока я его отключаю совсем. Вот. Значит, как можно, кстати говоря, решить проблему? Ну, первый вариант, который видится мне, это добавить немножечко больше РСС, да? Это один вариант. А второй вариант, который тоже достаточно интересен, это добавить эксцентриков, про которые я в прошлый раз не мог вспомнить название. То есть, вот тех самых реакшн-виллов добавить немножечко побольше. Что позволило бы мне более точно компенсировать наши повороты хотя бы, хоть как-то делать. Вот, таким вот образом. Сейчас посмотрим, как я только завершу поворот на нужный угол. Он очень плохо делается. Так, отключу пока ещё всё-таки немножечко САС. Так, через 5 минут мы подкорректируем нашу орбиту. То есть, за 5 минут мы ещё немножечко повернём наш угол. Нам, к сожалению, даже не сообщают, насколько нужно сделать скорость, подрихтовать, да? В принципе, сегодня даже менять не надо. Вот, поэтому за минуту я ещё немножечко дам совсем-совсем такой маленький-маленький... А, ну всё, понятно. То есть, совсем-совсем чуть-чуть надо давать. Так, давайте посмотрим, сколько у нас ещё есть топлива. Нужно не забывать, что мне нужно... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть имеем, что называется. Мне данное топливо понадобится, в первую очередь, для того, чтобы свести с орбиты данную конструкцию, самую ступень и приземлить её. Что я, конечно же, буду делать за кадром. Ну, что мы уже видели, как это происходит. Ну, у этой части ещё есть немножечко заданий, а именно совсем, то есть, она сейчас, ну, практически идеальна. Чуть-чуть подниму перигей в этой точке. Буквально чуть-чуть. Я немножечко дал ускорение, только лишь для того, чтобы... Так, 82, и мне нужно, чтобы у меня перигей был 80. Или, ну, близкая, во всяком случае, к этому значению. Так, SAS опять отключить нужно, потому что он мешает. Так, давайте туда мы доберёмся на ускоренной скорости. Так, ну что ж, в принципе, меня вполне устраивает данная орбита. Она имеет очень хорошую инклинацию, то есть, почти не отклоняющуюся от экватора. Луна здесь, что называется, идёт чётко по углу экватора, поэтому её очень удобно использовать в этих целях. Ну что ж, расстыковываемся. У нас теперь наш модуль отделён. Вот. Клавишами, вот где H и твёрдый знак, или квадратные скобочки, можно переключиться между двумя находящимися рядом объектами. И я сейчас уже за кадром произведу посадку модуля нашего большого и удобного. Чтобы не тратить топливо, вернее, время на манёвр, я просто немножечко промотаю время и развернусь на 180 градусов. Как раз будет удобное время для начала манёвра торможения. Ну что ж, в процессе припарковывания нашей ступени ракетоносителя обнаружена ещё одна конструкционная неудачная вещь, как недостаточная балансировка парашютами. Поэтому, наверное, понадобится точно так же усилить конструкцию, ещё здесь парочка парашютов поставить, чтобы её разворачивало в нужную сторону. Так, и, конечно же, не забыть добавить ещё RCS. Ну а в целом-то, в принципе, посадка идёт более-менее, если это можно сказать. Ну для бота, в принципе, вполне нормально. Для, конечно, человека это уже, может быть, могли бы быть и проблемы. Аж интересно, как оно приземлится. Ну да, конечно, конструкция немножко повреждена, то есть... Но, тем не менее, всё, что называется, находится на планете. Мусор потом соберём. Так, ну что ж... Сейчас закончится наше движение. Всё, движение закончилось. Сейчас можно выключать, смысла в нём нет уже. Возвращаемся... Ой, не LevetFlight, а идём в Space Center. Идём сразу в сборочный цех.